здравствуйте друзья с вами программа на самом деле начинаем блок прямого эфира телеканала news front и отправляемся в гости к человеку который как и я вчера немножечко при обалдел увидев кадры где на которых торговец пирамидками дмитрий гордон встречается с президентом европейской державы стремящийся в евросоюз и нато уже почти наверное александром григорьевичем лукашенко валерий приветствую тебе слово объясни пожалуйста что произошло на самом деле и почему народ так в общем-то в большинстве своем спокойно к этому отнесся я не знаю я спокойно к этому не относился да меня больше всего поразило то что людей и над людьми еще не прошел суд а уже приняли ну как в этом интервью было сказано что это преступник это раз второе меня поразило на каком уровне лукашенко принял этого проходимца самого настоящего мало того он со своими призывами убил страну фактически поддержал майдан поддерживал на цикла рассказывал вы помните про ленинград что ленинград должны были сдать помните рассказывал моста не будет на циком вылизывал одно место рассказывал что евро 2018 тоже не будет что только вот не мало предсказатель своего рода ну а еще больше как мог лукашенко сергей принять такого человека как гордон у лукашенко швид есть же кгб ведь фактически гордон он его руки в крови он есть соучастник государственного переворот он есть популизм спецслужб и соединенных штатов америки это тот человек который разрушил страну как могли спецслужбы допустить этого негодяя к нему вот это меня добивает может завтра лукашенко будет принимать яроша и других на цен и другое националистическое отребие вот это у меня в голову не входит что происходит неужели он не понимает что его сольют тут можно сказать ростов не резиновый ростове скорее всего давным-давно речи не ведется а вот родион мирошник и другие наши товарищи те кто летает в минск теперь скорее всего задумаются ведь они же по украинскому закону военные преступники террористы объявлены в розыск мои друзья журналисты ты те кто побывали на территории донецкой луганской народных республик я вот не отпущенный руководством освещать выборы в минск хотя товарищи приглашали то есть мы все сегодня как и вот эти как бы вагнеровцы попадаем в одну копилку в копилку тех о ком зеленский и лукашенко договорились что россиянам отдадут сидеть тюрьме российских преступников а украинцам отдадут украинских то есть фактически все ребята в том числе и славянской гвардии из других вот там 300 запорожцев все помнят да там говорят несколько ребят из этих 300 запорожцев тоже оказались в той группе в общем я правильно понимаю что александр григорьевич фактически в сал на сторону тех кто славит убийц хатыни и других давай будем так говорить клин сбили мы клюнули давай честно говорить и притом успешно убили мы по моему предыдущем эфире я говорил чем этот закончится клин вот фактически то беззубость и да то политика что мы все время подставляем щеку к этому и приводит мы должны защищать свой славянский мир российский язык мы пока отступаем это плохо поверь мне сейчас если они добьют белоруссию и не дай бог я не хочу чтоб там был развал и кровлилась майдан этот прошел или батька пришпунет как это с януковичем было да то сергей мы получим еще одну закрытую границу а это закрывается и экономика вот и олигархи к чему приводят вот к чему они приводят даже здесь есть беда и я этого не скрываю я это пережил на украине кто-то зарабатывает бабки а кто-то страдает но пострадает народ а такие валерье тот интересный момент советские партийные руководители и вот исполнительных органов партийных органов они зачем майдан устроили в девяносто первом году потому что хотели развязать руки и зарабатывать как они говорили честно сколько мы хотим потому что нам советский строй не дает зарабатывать вот в белоруссии даже при батьке сидят люди и завистью смотрят на украинских богатеев на российских богатеев и говорят а как же так те зарабатывают бабло а мы сидим тут ну и только средний мелкий бизнес может быть а олигархов миллиардеров долларовых у нас белоруссии нет а хочется а тут пост президента только один а их много а закончится это очень плохо десятину так ты слова десятину сказал и тебя skype отрубил продолжай у нас две минуты ну и что десятину заработать а все остальное дай народу аж к чему украина пришла все то же самое кто-то одни зарабатывают а народ нищает вот и все нету стратегии нету одной цельной политики в этом беда нету идеологии в хватит здесь мальданчики потихоньку начинают делать ничего народ прозреет белорусский народ прозреет да будет поздно если они не задумываются ну а что касается лукашенко есть одна большая проблема если и он придаст свою совесть свою честь своих предков но мы получим такую же самую украину но это уже рядом с россией поэтому последнее говорю тебе американцы как по прописанному один к одному ложат карты на карты и и бьют 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 рубавря и делать свое грязное дело и пофиг им на эту россию алексей варьевич заканчиваем наш разговор спасибо тебе большое но вот новость последних часов коллеги в телеграме об этом пишут александр лукашенко вводит в минск войска якобы там праздновать день железнодорожника собираются будут трибуны уже устанавливать на том месте где вот эта тихановская должна была свой митинг организовать ну а чего хотят оппозиционеры если они уже публично я почитал вчера тоже их призывы уже написали как они будут свергать лукашенко пошаговый план реализации вот это надо чтобы все-таки россия не признала эти выборы вот и все они до этого добивались а там они сделают свое грязное дело все время спасибо большое удачи и до скорой встречи итак дорогие друзья это был алексей журавка и программа на самом деле на несколько минут вас покидаем все свернемся и продолжим пока